Я вас приветствую. В этом видео я хотел бы более подробно рассказать про снайперское ремесло с использованием аддонов S3 баллистики и моды RHS, из которых была взята высокоточная снайперская винтовка Orsys T5000 под калибр Opel Magnum 338 это 86 на 70 миллиметров. Также на ней стоит прицел DEDAL DH 5 на 20 с диаметром линзы объектива 56 с увеличением 20. С чего бы я хотел начать? То есть в предыдущем видео оказывается у народа остались вопросы по таким темам, которые я считал, что вопросом быть не может. То есть там люди даже не знали как например менять дальность на прицеле, но какие клавиши. Поэтому здесь мы все более подробно это рассмотрим. Будем считать в калькуляторе на рабочем столе все правки. Постреляем с вами, замерим дальность без приборов, без дальномеров. Ну и должно получиться более доступно, чем в предыдущий раз. Так, давайте начнем. Значит как мы видим, сейчас у нас присутствует ветер. То есть флаг развивается, он показывает нам направление ветра. То есть все это работает действительно. В ванильной армии конечно же этого нет. То есть если вы рассчитываете, что у вас будет все то же самое в ванильной армии, то есть в стандартной дефолтной, такого у вас не будет. Вам нужен обязательно мод эйс 3. Без этого мода у вас ничего не будет. Далее. Направление ветра и скорость нам может подсказать стрелочка. Вызывается она шифт К. Левый верхний угол стрелочка показывает направление ветра. Вот мы крутим головой ветер у нас. То есть направление меняется. Шарики возле стрелочки показывают нам примерно примерно скорость ветра. То сейчас примерно 3 метра в секунду. Они показывают не точно, очень даже грубо не точно. Но хотя бы мы примерно можем знать, что ветер около 3 метров. Также по звуку можно определить. Если он дует прям сильно конкретно, то вы сразу поймете, что ветер намного больше, чем вот сейчас, например. Значит, что нужно сделать первым делом? Что я вам советую сделать? Заходите в настройки, управление, настройки дополнений. Тут находите эйс, снаряжение. В самом низу назначаете удобные вам клавиши под открыть кестрел и показать кестрел. Также на таблице поправок, чтобы потом не как бы не мешкаться с этим всем перед выстрелом. Иначе вам придется перед выстрелом сжать взаимодействие с собой, снаряжение, открытки стрел, да? И то он не открылся. Вот открытки стрел. Либо вам придется снаряжение, также открыть таблицу поправок. Это все долго. Проще намного назначить клавиши и вот так быстро их все открывать. Так, давайте пройдем на рубеж, поднимемся на эту крышу и начнем потихонечку стреливать. Наш прицел имеет прицельную сетку системы MILDOT. То есть это очень удобная система, которая, зная размеры объекта, можно определить до него расстояние. Прицельная сетка нам позволяет это сделать. Вот именно данная прицельная сетка позволяет это сделать на кратности 20. То есть нам надо включить сначала максимальную кратность, а потом уже делать замеры. Вообще, видео в интернете такую табличку, вам потом закину ее в описании под видео. Типа шпаргалка для быстрого определения дальности. То есть что нам для этого нужно? Вот мы видим стоит пехотинец. Мы знаем, что рост пехотинца где-то 1,7 метра. То есть метр семьдесят, да? И вот на этой шпаргалке там предполагается, что если мы ставим ноги пехотинца на наше перекрестие, и считаем сколько милов у нас будет занимать пехотинец в нашей прицельной сетке. То есть 1 мил это расстояние вот от центра до черточки вверх, затем еще вверх. И вот каждая черточка это 1 мил. Мы ставим его ноги, которые у нас благодаря нашей прекрасной игре провалились под текстуру на перекрестие. И смотрим, что он занимает у нас где-то, ну, 5 милов, грубо говоря. Вот у нас от перекрестия до верха это 5 милов. То есть он занимает у нас все. Проверяем через дальномер. А, 5 милов он занимает. По той шпаргалке говорится, что если пехотинец у вас занимает в прицеле 5 милов, то это где-то 360 метров. Я вставлю сюда, скорее всего, картинку и вы все увидите. Теперь мы проверяем эту теорию. Замеряем до него дальность. Ну, 320 метров. То есть есть погрешность на 40 метров, но это не страшно. Тем более для такой дальности это совсем не страшно. Давайте что-то более поотдали. Вот там стоит пехотинец у нас в поле. Так, вот данный пехотинец у нас занимает где-то 2 и 2 и 3, наверное, мило. Наверное, 2 и 3 где-то. Примерно. Вот, теперь мы с вами считаем. Так, значит, берем с вами рост пехотинца. Умножаем на 1000. 1000 это постоянная величина. И делим на то количество, которое он у нас в прицеле занимает. То есть примерно 2 и 3 он у нас занимал в прицеле. Ну, это где-то 739 метров до него. Хорошо, значит, смотрим. Ну, где-то да, где-то так и есть. Окей, замерим более точным прибором. 790. Ну, разница и есть, да? Но если у вас нет с собой дальномера, то прицельная сетка это реально хорошая вещь для замера дальности. Давайте попробуем где-то подальше найти цель. Чтобы замерить. Так, здесь у нас... Ну, примерно то же самое для него. Может, где-то подальше есть. Да, есть, вот. Ну, здесь где-то полтора милы он занимает. Может быть, один из шесть где-то. Ну, пускай будет полтора. Давайте возьмем полтора. То есть, 1,7 умножить на 1000, делим на полтора. То есть, до него примерно один километр 130 метров. Давайте проверим. Километр 116. То есть, надеюсь, всем понятно, да, как это делать, замеры. Прицелов там много разных, естественно. Я не знаю, может быть, некоторые, допустим, мододелами сделаны плохо. И не соответствуют. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, прицельные сетки везде работают нормально. Вот. Это значит определение дальности по прицельной сетке милдот. Соответственно, в той табличке там примерно такие же значения. То есть, если мы берем этого в полтора, если у нас пехотинец. Но в той табличке нет такого значения. В той табличке есть, вот, если он занимает 2 мила у нас, то это будет на 900 метров. По сути, этой быстрой шпаргалкой, как бы, пользоваться тоже приятно. Она почти, почти показывает правильное значение. Так, давайте перейдем уже к стрельбам. Так, далее. В комментариях под прошлым видео я удивился, что некоторые задавали вопрос, как менять дальность на прицеле. То есть, дальность меняется клавишами Page Up, увеличивается дальность при стрелке, либо Page Down. Дальность при стрелке уменьшается. Также, боковые правки делаются через левый Ctrl Page Up или левый Ctrl Page Down. Это правки лево или вправо по ветру. Дальше. Что нам нужно знать перед выстрелами еще? У нас есть коэффициент направления ветра. Сейчас он дует нам в лицо. То есть, соответственно, пулю влево или вправо сносить не будет. Коэффициент, как бывает, в формуле он делится на два типа. Два, потому что тот, который сейчас, ноль, я его не считаю. Есть коэффициент 0,5, когда он будет под таким углом. Внимание, левый, правый угол. Либо под таким вот прямым углом он будет коэффициент 1. Формула будет в шпаргалке под описанием под видео. И, скорее всего, сейчас я выведу на экран фрагмент с предыдущего видео, потому что там было все максимально доступно рассказано насчет этого. Но он бывает трех видов. Нулевой, если ветер дует в лицо, либо от нас. Единица, если ветер от нас под углом 90 градусов. И 0,5, если ветер по углам 45. Это наглядно изображено в таблице, ссылку на которую я размещу в описании под видео. Для учисления поправок нам понадобится формула. В формуле мы видим скорость ветра, разделенную на 4, так как в таблице поправок заданы правки на условия, если ветер 4 метра в секунду. Это значение мы умножаем на значение из таблицы поправок, а затем на коэффициент направления ветра. Итак, зная и коэффициент, и дальность, давайте начнем потихонечку с тельбы. То есть представим, что мы снайпер, у которого есть и карманная метеостанция, и дальномер. Для более точного замера дальности. 320 метров. Открываем таблицу поправок. Это где-то 0,9. Ветер дует прямо в лицо, поэтому боковых вправок делать не нужно. Так, следующий. Здесь 400 метров не особо интересная цель. Там вот за деревом стоит один на 500 метров. Давайте поразим его. 500 метров. Это 2,4. Правка по дальности. Ветер опять же в лицо. То есть пулю сносить никуда не должно. Так, теперь давайте найдем мишень, в которой нам уже будет ветер мешать и сдувать немножечко вбок. Например, вот. Дальность у нас 580. То есть мы возьмем 2,8. Это 550. Вот значение 550. У нас 580. То есть я думаю, где-то 2,9 будет достаточно. И вот теперь делаем расчеты с ветром. Ветер у нас 5,1. Так. Что у нас по ветру? 0,8. 5,1. Ок. Уберем 5,1. Делим на 4. Потому что в таблице даны правки для ветра 4 метра секунды. Умножаем на коэффициентного направления 0,5. И умножаем на... Сколько он был? 0,8, по-моему, да? Он был. Да, 0,8. 0,8. 0,5. То есть ветер у нас дует влево. Значит мы делаем правку вправо 0,5. Готово. Теперь попробуем. Давайте в другую сторону. Тут у нас какая дальность? 500. Слишком мало. Надо что-то подальше. Типа вот этого. Вот. 890. Ну, 900. Давайте возьмем 900. Это у нас 6,5. Ветер у нас встаем. Проверяем. Не изменился. О, господи. Так. На 900 метров у нас правка будет 1,4. Значит, 5,1 делим на 4. Умножаем на 0,5. Умножаем на 1,4. 0,9, можно сказать. Делаем правку влево 0,9. Давайте сначала ростовую фигуру попробуем. Сменим магазин. И, конечно же, я забыл вначале включить аддон, который бы показывал нам, как именно летит пуля до своей цели. Ну, пока не поздно, включу его сейчас. В общем, специальный аддон, он показывает траекторию пули. Даже будет буллеткам, так называемый. Будем следить, как летит пуля до своей цели. И давайте продолжим, значит, с целей более дальних, на которых мы закончили последний раз. Я сменил, ну, то есть, начал миссию заново, чтобы ветер сменился. Траектория ветра была немножко другая. Потому как ветер там был нам в лицо, и, в принципе, правок нам было делать только по дальности. То есть, влево-вправо нам вообще правки можно было и не делать. А теперь вот нам придется делать правки. То есть, вот, например, возьмем вот эту цель. Этот аддон еще, он показывает точную дальность до цели. То есть, видите, вот, 1519 метров. То есть, почти 1550. 1550. Это 17.3. Я думаю, где-то 17. Нам надо сделать. Где-то 17. Так, а если на 1500, сколько там? Так, на 1500, 16.2, да? Нет, наверное, многовато. Где-то от 16.6, может быть. Да, наверное, где-то так. Теперь давайте, значит, у нас ветер 2.8. Правка у нас должна быть 2.7. 2.8. Делим на 4. Умножаем на 0.5. Умножаем на 2.7. Получается 0.9. 0.9 влево, получается. Не знаю, это дерево нам будет мешаться или нет, но надеюсь, что не будет. Да, прямое попадание. Ну, пожалуйста, рикошет. Как происходит? Я так уже убил двоих союзников случайно. Так, давайте более дальнюю цель какую-то. Что у нас есть подальше? Вот там, сколько туда у нас? 2 километра. Но вот что-то поближе. Слишком далеко. 1680. Вот, например. Неплохая цель. 1680. Так. У нас есть 1650. 19. 6. И у нас есть 1720. А у нас 1680. То есть надо примерно, примерно, примерно 20. Где-то 20 с копейками. В общем, мне кажется, 21-22, возможно. Так, а вот по дальности что-то у нас выходит. 3,1. Значит, 2,8. 2,8 делим на 4. Умножаем на 0.5. Умножаем на 3,1. 1,85. Возможно, даже 1,1 придется сделать. Посмотрим. 1. Давай сделаем 1,1. Возможно, сейчас с первого раза не залетит туда, куда нужно. Ну, давай попробуем. Черт. Дернул рукой в конце. Ага. И попало, походу, в пьедестал, на котором стоит мишень. Странно. У нас, значит, по дальности небольшая погрешность. Мы попробуем 24 тогда. Насквость. Ну, вот как-то так, ребят. Давайте еще постреляем по разным мишенькам. Посмотрим за болиткамом. Давайте на более дальний все-таки найдем какие-то цели. Знаете, вот эту машину расстреляем. 900 метров туда. 6,5. Ветер у нас 4. 3 делим на 4. Умножаем на 0.5. 5 умножаем на 1.4. Получается какая-то хрень неправильная рассчитал. 4 на 0.5 умножаем 1.4. 0.75 получается. 0.7 пускай будет. Готово. Мишеньку мы убили. Сейчас попробуем талибов. Даже сейчас начнет бегать. Готово. Хотел сбежать от нас. Какое? Смотрите. Так, где у нас еще есть интересные цели. Надо было мне больше все-таки целей поставить. Наверное, где-то вот в том районе. Но я особо не думал, что так далеко буду стрелять. Хотел только самой основы. А, вот же я ставил. Точно. 1180. Ну, почти 1200, можно сказать. 10.7. Пускай будет 10.5, например. Так. 4.3 делим на 4 умножить на 0.5. Умножаем на 1.8. Так, сколько тут дальности еще раз? 1180, да? 10.5. Наверное, нет. Где-то 10.3. Наверное, 10.3. Сейчас еще раз. Просто не хочется совершить ошибку. Управку мы возьмем. Ладно, пускай будет 1.8. 0.96. Не совсем сейчас уверен насчет этого выстрела. Давайте попробуем. Там. Втанцующий талиб. Талиб. Там от его головы сейчас пуля отрикошетила. Да, и он умер в стоячем положении. Арма-3. Такая арма-3 все-таки. Так, а ты не двигайся. Готов. Так, ну что, парни. Надеюсь, в этот раз всем все понятно. Вроде как более доступно все объяснил, рассказал, показал. Если у вас какие-то вопросы все-таки остались, пишите в комментариях. Там, как обычно, на все отвечу. Файлик с миссией тоже, если хотите, скину в группу ВКонтакте, там скачаете. Сами постреляете с этого же самого здания по тем же самым мишеням. Ну, на этом все. Спасибо, что смотрели. Спасибо. 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 Спасибо.